Летние каникулы в городе Это прекрасная возможность для мальчишек и девчонок, а также их родителей отдохнуть и расслабиться Но как весело и с пользой провести это время И чтобы такого интересного придумать для любимых детей, пока не в городе Все эти и многие другие вопросы с легкостью решают библиотекари центральных и сельских филиалов Развлекательные программы, конкурсы, фестивали – это лишь малая часть, о чем расскажем сегодня С вами Страница 17 и я Галина Житкова С большого и веселого праздника в Центральном парке города Видное Началось увлекательное путешествие с книгой в лето Юные почемучки даже во время каникул не хотят расставаться с любимыми персонажами С приходом лета у мальчишек и девчонок появилось гораздо больше свободного времени Ребята с удовольствием сменили классные кабинеты на уютные парковые пространства Но даже в это прекрасное время не стоит забывать о таком виде отдыха, как чтение, что успокаивает и даже помогает расслабиться Сегодня день телеграмма Да ты, дырявая, панама, сегодня день Дырка у вас голубая Ладно, значит, вот-вот, девушки, ну-ка, бегом быстро учить книжки, книжки читать Праздник в парке был таким веселым и познавательным, что многие с трудом могли усидеть на месте Актеры театра-студии «Игра» и сотрудники Центральной детской библиотеки пригласили мальчишек и девчонок в увлекательное путешествие в петровские времена Ребята пели, играли и участвовали в различных викторинах Пять быков дают десять литров молока, ноль Пошли варианты, ответы А сколько дадут молока десять быков? Считать умеете? Двадцать Двадцать литров дадут Так, еще версии В Центральной детской библиотеке города Видное более четырех тысяч читателей Традиционно летом число посещений значительно снижается Поэтому вопрос совмещения чтения с другими не менее полезными занятиями довольно актуален Много лет библиотеки на летние каникулы предлагают детям большую такую интересную программу по чтению Включающие в себя мероприятия, встречи, просмотры мультфильмов, какие-то квесты То есть очень большая Мы работаем с детскими оздоровительными лагерями И сегодня как раз открытие этого праздника Сейчас библиотеки округа работают по летнему расписанию Ребятам предлагают не просто читать, а вместе с друзьями увлеченно и весело познавать окружающий мир Вот уже восемь лет подряд центральная библиотека провозит конкурс плакатов «Ребята, давайте жить дружно» Главными участниками творческого состязания традиционно становятся ребята из пришкольных лагерей Трогательный девиз кота Леопольда «Ребята, давайте жить дружно» Стал актуальной темой для детского творчества На большом листе ватмана, рядом с Шипокляк, Крогодилом Геной, Чебурашкой Уютно устроилась пчелка и даже представители различных национальностей Плакат собрал вместе реальных и сказочных персонажей Они все плакаты необыкновенно красивые, каждый чем-то отличается Как присылают объемные плакаты, используют какие-то вырезки журналов, разные техники С этого года мы начали принимать и онлайн можно прислать свои работы И даже у нас были в прошлом году цифровые плакаты, которые двигались То есть с помощью мультипликации сделаны родителями с ребятами Своё видение понятия дружбы на конкурс плакатов представили ребята из летнего лагеря Измайловской школы Мальчишки и девчонки каждый четверг полтора часа проводят в библиотеке На одном из занятий общими усилиями создали свой шедевр декоративно-прикладного творчества Мы не просто выдаем, сидим книжки и забираем их Мы проводим различные кружки, мастер-классы, клубы у нас существуют Очень-очень распространена работа в разных сферах Ребята уже не первый год участвуют в конкурсе плакатов И не раз становились призерами этого уже ставшего традиционным состязания Они постоянные гости библиотеки уже точно знают, что их всегда ждут И обязательно предложат что-то интересное Интеллектуальный турнир или увлекательная книжка под силу даже первокласснику Она была на улице, потом её впустили в замок Она уверяла, что она принцесса Но королева решила это проверить И положила ей под много-много перин и подушек горошину А принцесса всё-таки почувствовала эту горошину Увлечённые ребята каникулы проводят с пользой Успевают не только плакаты делать, историю России изучать Но и с друзьями весело проводить время Летом, когда ты отдыхаешь, ты можешь выйти на улицу Позаниматься спортом, поиграть в что-нибудь с друзьями Ну и дома отдохнуть, покупать По итогам конкурса первое место в номинации Рисованный плакат у ребят из детского здравительного лагеря Измайловской школы На втором мальчишки и девчонки из Калиновки А третье заняли юные жители развилки Ребята, давайте жить дружно Библиотеки Ленинского городского округа Уже второй месяц проводят большой экологический фестиваль Ребята из детских садов и школ с удовольствием участвуют В мастер-классах, викторинах и конкурсах И постигают азы бережного отношения к природе О том, как важно бережно относиться к природе Ребята из детского здравительного лагеря «Золотая рыбка» знают не понаслышке Воспитатели и сотрудники библиотеки регулярно проводят беседы, конкурсы, рисунков и различные игры на тему экологии Но праздник в таком формате устроили впервые Основная цель нашего проекта, конечно, это экологическое просвещение И чем раньше начинать рассказывать ребятам о том, как нужно любить и беречь природу, тем лучше Юным любителям природы предстояло пройти увлекательный квест Четыре библиотеки Ленинского городского округа предложили ребятам отправиться в путешествие по пяти станциям Каждая из которых была посвящена определенному разделу экологии Растениям, животным и правильной сортировке отходов Мы сегодня делали бабочку, вот Здорово, молодец И старые газеты, и литочки Потом еще угадывали загадки Смотрели, клишки передохнули И разбирали, куда пластик, куда стекло, куда мусорные отходы, куда стекло Ребята с легкостью справились с теми заданиями, что предлагали ведущие Сделать бумажный цветок, смастерить травянчика, угадать животное Но в сложных вопросах обращали за помощью друга и старшего товарища Который всегда рядом и точно подскажет, как не навредить природе Конечно, мероприятия у нас всегда на улице утром Вечером у нас творческая мастерская То конкурс рисунков про лето, то конкурс рисунков, как себя вести Правила поведения в природе Особенно много мы уделяем время экологии У нас это всегда очень важно Дети наши уже за малышами следят, чтобы не ломали кусты, не рвали цветы, не топтали газоны В этот день энтузиазма у маленького Миши Доника не занимать Мальчик очень интересуется темой защиты окружающей среды Летом выезжает с семьей на природу Родители знают о его любви к растениям и животным И стараются всячески в этом поддерживать Все время мама поддерживает и падает Как мама тебя поддерживает? Ну, говорит, что вот это будет приятно для природы Это молодец, что ты там занялся этим делом Теперь можно не сомневаться, что юные участники квеста будут относиться к природе бережно и с любовью Я люблю природу! Замечательная соседка появилась недавно у жителей 6 микрорайона города Видное В первые дни лета новая библиотека распахнула свои двери для всех читателей Теперь у взрослых и детей есть уютное место, где можно встретиться, пообщаться и узнать что-то новое Жители одного из самых густонаселенных микрорайонов города Видное ждали этого события 5 лет Все соседи уверены, что новая библиотека будет не только пунктом выдачи книг Но и станет настоящим центром культуры и досуга Мы долго просили глава нашего городского округа о том, чтобы здесь у нас открыть библиотеку Ну, библиотека здесь не только будет библиотека, но здесь будут еще и кружки, и секции проводить, и мероприятия для детей Это очень удобно, потому что у нас микрорайон новый, много детей с мамочками, соответственно Ну и здесь удобная локация в данном случае Удобно прийти, посмотреть книжки, выбрать, какие необходимые нужны будут для наших детей На веселый солнечный праздник во дворе пригласили самых дорогих гостей Ведь день рождения библиотеки – событие почти вселенского масштаба для тех, кто начинает свой увлекательный путь в страну знаний Самые древние учреждения культуры на этой планете, не музеи, музеи уже пошли потом А вот библиотека – это самое-самое древнее Первым библиотекам несколько тысяч лет После символического перерезания ленточки библиотека распахнула свои двери для будущих читателей Уютное помещение площадью 126 квадратных метров располагается на первом этаже жилого дома Для удобства посетителей произведена перепланировка, сделан ремонт, закуплена новая мебель Мы считаем, что это очень важно – развивать библиотечные услуги именно в новых микрорайонах Где пока что нет культурно-досудовых учреждений и нет альтернативы для нашей библиотеки Вообще этот курс мы начали еще в конце 2020 года с открытия библиотеки в пригороде Лесное У местной жительницы Александры Уткиной двое детей и для нее главное преимущество новой библиотеки – то, что она находится рядом с домом Библиотека сейчас предлагает различный досуг для детей, проводится много разных активностей Поэтому очень полезная и нужная вещь для всех нас Новую библиотеку успели оценить и юные читатели София Матросова пришла на экскурсию с ребятами из летнего лагеря Девочка решила, что обязательно вернется сюда с мамой Я люблю книжку Корнея Чуковского «Мой дадыр» Моя самая любимая книжка с детства Меня папа запугивал, когда я не хотела умываться Библиотека оснащена современным оборудованием Есть бесплатный доступ в интернет Фонд регулярно будет пополняться как произведениями классической литературы, так и книгами современных авторов Первый месяц лета практически завершен А сколько знаковых событий произошло? Впереди немало интересных встреч и открытий Об этом я расскажу в следующий раз Субтитры создавал DimaTorzok